Для таких организаций, как ломбарды и иные организации, которые выдают займы юридическим и физическим лицам, этот вид деятельности является основным. А потому владельцам бизнеса следует знать, что книга учета доходов и расходов в данном случае просто необходима, поскольку есть определенный порядок включения в выручку при упрощенной системе налогообложения, операции по выдаче и возврату займов. Поскольку специфика работы займы следует прежде всего установить, признается ли погашение основного долга по займу доходом, а также к какому виду прибыли относятся проценты по займу. У того, кто дает определенную сумму в долг, то есть у займодавца, возврат долга для целей налогообложения доходом не признается и, соответственно, в книге учета не отражается. Доходом будут признаваться лишь получаемые от заемщика проценты за пользование. Их и нужно отразить в книге учета. К нереализационным доходам в целях исчисления налога при упрощенной системе налогообложения относятся доходы, включаемые в соответствии с налоговым кодексом, состав нереализационных доходов при исчислении налога на прибыль и подоходного налога с физических лиц. Доходы в виде процентов, полученных за предоставление в пользование денежных средств организации, а также процентов за пользование банком денежными средствами, находящимися на расчетном счете, включается состав нереализационных доходов, учитываемых при налогообложении прибыли. Для организаций, у которых предоставление займов является основным видом деятельности, получаемые организацией вознаграждения проценты от предоставления денежных средств в виде займа, будет признаваться доходом по текущей деятельности и облагаться налогом при упрощенной системе налогообложения. Сотрудники налоговой инспекции по Московскому району города Бреста напоминают и советуют следить за изменениями и новшествами, происходящими в налоговом законодательстве. А с неясными вопросами следует обращаться в отдел консультации. Тогда вы будете в курсе всех событий подкованы и грамотны.